Мы не можем уничтожить аэродром вот этот вот Старый Константин. Мы бьем, 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 он существует. Ну так точно. В эфире ток-шоу Ольги Скобеевой на канал Россия-1 внезапно прорвалась правда. После того, как Скобеева в очередной раз потребовала ответить Украине за сбитые российские самолеты и полностью уничтожить украинскую авиацию, российский пропагандист Дмитрий Абзалов, который находился у него в студии, заявил, что Россия просто не имеет технической возможности этого сделать. Россия бы и рада сбить украинские самолеты, но не может. Чем только не били, ничего не помогает. Надо ответить. Ну, во-первых, как бы если была возможность ответить, что-то такого же типа, например, сбивая там. У нас нет возможности. Но я напоминаю, что у нас, соответственно, штурмшедов слетает с одного и того же аэродрома. Он один. Ну, два. А как мы это объясняем? Очень просто. Как бы сбить не можем. Погодите, как не можете сбить? Вы же еще в первые дни вторжения рассказывали, что сразу уничтожили, ну, практически всю украинскую авиацию, а потом еще Коношенков языком уничтожил около ста украинских самолетов. И тут вдруг, спустя два года войны, выясняется, что на самом деле они не могут ничего уничтожить. Теперь они признают, то есть два года прошло, и они признают, что не могут они достать украинскую авиацию. Нечем. Что мы не можем сбить? Ну, объясните, раз начали говорить. Проблема заключается в том, что там закрытые позиции, соответственно, у них ангары как бы. Короче, смысл заключается в том. Ну, то есть мы Storm Shadow сбиваем, мы не можем уничтожить аэродром вот этот вот Староконстантин. Мы бьем, 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 он существует. Ну, так точно. Кажется, они стали догадываться, что демилитаризация не идет по плану. Два года бьют, бьют, выпустили уже какие-то тысячи ракет, а аэродром до сих пор существует. Вот, соответственно, проблема... Ну, а тут пошла уже вообще какая-то кромола. Эксперт в студии Скобеевой фактически прямым текстом признал, что чем дольше длится агрессия против Украины, тем сильнее, наоборот, становится украинское ПВО, тем крепче становится украинская оборона. То есть выходит, что Путин получает обратный эффект тому, что он провозглашал. Он заявлял, что идет в Украину проводить деноцификацию и демилитаризацию. На самом деле происходит не демилитаризация, а наоборот. Украина только укрепляет свою армию. И Россия ничего не может с этим поделать. И обратите внимание, что эти слова звучат не где-то, они звучат на российском государственном телевидении в ток-шоу пропагандистов. То есть уже признается, фактически признается мысль о том, что Россия бессильна, она ничего не может с Украиной поделать. Признается, что затягивание конфликта только усугубляет для России ситуацию, что это невыгодно. Да, уже никто не кричит радостно там про Киев за три дня. Нет, наоборот, все эти ура патриотические настроения куда-то растворяются. И наоборот продвигается мысль, что Россия бессильна, ничего с Украиной она поделать не может. И победы, о которой рассказывали патриоты России, тоже не видать. Друзья, оставляйте лайки и комментарии, чтобы эта простая мысль дошла до как можно большего количества людей. И подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!